Значит, вероятность того, что мяч пролетит через решетку, по-прежнему в рамках геометрической модели, получается по формуле x-10 в квадрате, это площадь заштрихованного квадрата, которая внутри, на x в квадрате. Но с другой стороны, у нас есть статистическое определение вероятности. И мы знаем, что та частота, которая у нас получилась после 100 экспериментов, приближенно должна совпадать с вероятностью. Во всяком случае, это хорошая оценка. Ну, другой у нас просто нет. Это хорошая оценка для этой же вероятности. Значит, что можно написать? Что это приблизительно равно чего? 50 соток. 50 соток? Совершенно верно. То есть одно из вторых. У нас получается уравнение. Значит, 50 из 100 раз мяч пролетел через решетку. Ну, можно было, конечно, там и другое число взять, но обязательно ровно 50, да? Все равно тут равенство приближенное. Ну, просто, чтобы легче считалось, что это взялось. Что же мы получили? Мы получили уравнение. Ну, правда, это уравнение только приближенное, значит, мы приближенно можем найти x. Но, тем не менее, найдите, пожалуйста, решите это уравнение. Оно тут даже не квадратное, а линейное. Квадратное. Ну, какое тут квадратное? Тут останется линейное. Извлечем квадрат, потому что x у нас положительное. Не меньше 10, конечно. То есть у нас и x, и x минус 10, это положительное число. Иначе задача не имеет смысла. И найдем ответ. Значит, x будет равно, ну, приблизительно равно, правильно? Потому что мы решили. Правильно. Только оценка для неизвестного размера ячейки. Сколько получилось? Ну, это больше единицы, наверное. Нет? 20 плюс 10 хранили из двух. Это не может быть вероятность. Что-то не то. У нас должна получиться... А, это x. Это у меня же x хватит. Да, да, да. Значит, сколько? 20 плюс 10 хранили из двух. 2 плюс 10 хранили из двух. Да. А, да? То есть приблизительно 34 сантиметра. Да? Совершенно верно. Приблизительно 34 сантиметра. Значит, смотрите, какой интересный эксперимент. Мы, не зная этих размеров, с помощью статистики, да, их определили на основе опыта. На самом деле этот опыт такой, во-первых, взгляд, довольно глупый. Зачем играть и сколько мячей, да, чтобы измерить всего на все мячейку в решетке? Да, представим себе, что это у нас кристаллическая решетка, а бросаем мы у нее не мячи, а, скажем, электроны. То есть бомбардируем с помощью какой-то электронной пушки какую-то кристаллическую решетку. Вот вам спустим, там, нахождение, там, шага решетки. Да, с помощью статистического эксперимента. Ну и так далее. То есть соединение двух определений, геолитричество и статистичество, имеет вполне реальные приложения, даже в современной физике. Таким образом, вы пришли к чему? Вот подытожим то, что мы рассмотрели всю систему построения основных понятий школьного курса вероятности. Значит, в школе, еще раз повторю, знакомят с чем? С понятием случайного эксперимента, случайного события и вероятности случайного события. Теперь рассматривают при этом три определения вероятности. Статистическое определение, как самое универсальное и самое фундаментальное, на самом деле. А все начинается с него. У него есть только один минус. Ну, во-первых, по нему нельзя точно вычислить вероятности. Во-вторых, ну какие тут задачи математические можно решать? Их просто нет. Тут надо проводить что-то типа лабораторных исследований, какие-то опыты ставить, и регистрировать результаты. То есть это такое не совсем математическое дело, не совсем математическое определение. И два настоящего математического определения. Это классическое определение вероятности, самое, как я уже сказал, важное в учебном курсе, и геометрическое определение. Так вот, следующая часть лекции нашей будет посвящена задачам на классическую вероятность, а именно использованию кандидатуры. Опять же, оставаясь на школьном уровне, мы не будем решать какие-то сверхсложные задачи, мы будем решать, ну как будет такая рассмотрена верхняя планка школьных задач по вероятности. То, что должны уметь хорошие школьники, но в рамках все-таки основного курса математики делать. Какие именно комбинаторные задачи они должны уметь решать, и как использовать эту комбинаторику по решению вероятностных задач. Итак, основы комбинатории. Ну, во-первых, вы мне уже сказали, что вы изучали комбинаторику, в рамках курса бесследного математики. Значит, остается только разобраться, что из этого, из того, что вы изучали, нужно в школе. Ну и заодно вспомнить, конечно. Во-первых, чем занимается комбинаторика? Комбинаторика занимается изучением комбинаций. Как она это изучает? Она, во-первых, учит считать их количество, это главная задача комбинаторики. И во-вторых, еще одна задача интересная, это перечисление комбинаций. Она, кстати, с появлением компьютера вышла чуть ли не на первый план. Если раньше комбинатория, когда была формула, вот надо было посчитать смысл каких-то комбинаций. А теперь, когда появились компьютеры, и появилось много алгоритмов, где надо перебирать эти комбинации, очень важными задачами стали переборные задачи. И школьников в школе учат эти задачи решать. Учат просто выписывать эти комбинации, учат их перечислять. Чтобы они, ну пусть еще не алгоритмы сформулировали, как там все перестановки перебрать, да? А хотя бы интуитивно поняли, как это нужно делать. Это, кстати, неплохая задача. Я не знаю, решали ли вы ее в рамках курса комбинаторики. Он просто у всех очень разный. Как перечислять перестановки? Что такое перестановка, вы помните? Вот из трех элементов какие перестановки, их 6 штук, да? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2 и 3, 2, 1. Я их сейчас перечислил в некое порядок, который называется лексикографический. То есть просто по возрастанию. А вот как бы вы сформулировали общий алгоритм? Как можно, зная какую-то перестановку, выписать следующую за него? Это мы немножко, правда, уходим чуть-чуть в сторону от вероятности, но просто вспоминаем комбинаторику. Ну, например, если я хочу, если я рассматриваю перестановку из 7 метров, да? И у меня есть такая перестановка 2, 4, 5, 1, что мне еще осталось? 6, 6, 7, 3. Вопрос, а какая следующая за него? Вот я до этого выписывал, выписывал, дошел до этого. Вопрос, а какая перестановка будет следующая? Вот буквально следующая за него. Это же не будет перестановка 3, 7, 6, 1, 5, 4, 3, да? Вот если бы мы числались. Потому что троица у меня уже есть. С другой стороны, если я тройку сюда переставлю, то эта перестановка будет начинаться с 7-ки, наверное, это не будет следующая. Это какая-то уже гораздо дальше. Почти 5 поменять с 1, а здесь поменять еще и эти. А почему так? Вы можете сформулировать принцип, который вы сейчас взяли и нашли вот так? Вы что, всегда менять две последние пару места? Нет? Подумайте дома. Это интересная задача на самом деле, да? Это, конечно, уже не задача школьного смысл, это можно решать в кружке. Для чего это нужно, я уже объяснил. Например, для того, чтобы уметь такие алгоритмы писать потом для комбинатов, когда нужно перебрать все варианты какой-то задачи. Единственный способ ее решить, это способ такого полного переговора. Вернемся к вычислению. Значит, для нас, конечно, самое главное уметь посчитать количество комбинаций, потому что задача превероятности нас всегда интересует дробь, прям делить на это. И нам надо знать, как посчитать темы, как посчитать темы. Для этого в комбинаторике есть, во-первых, четыре правила. Почему-то в учебниках классических любят одно из них формулировать всегда, правило умножения. Это действительно главное правило, мы им пользовались несколько раз. Но есть еще правило сложения, правило вычитания и правило деления. Все они тоже из комбинаторики. Вы о них знаете? Ну, конечно. Значит, что такое правило сложения? Оно очень про... Все эти три правила очень простых, но они очень полезны для решения задачи. Значит, правило умножения в чем состоит? Если мы формируем комбинацию, и первый объект можно выбрать при этом x1 способом, после чего второй объект x2 способом, и так далее, и последний xn, то общее число комбинаций будет какими? x1 умножить на x2, на x3, на xn. То есть, если я первый объект могу выбрать шестью способами, после чего следующий пятью, потом четырьмя и так далее, у меня будет шесть футеров, да? А если я могу и первый шестивый, и второй шестивый, и третий шестивый, тогда у меня будет шесть в степени n. И так далее. Понятно, да? Это правило умножения. А что же такое правило сложения? Правило сложения совсем просто формулируется. Если я могу разбить комбинации на классы, не пересекающиеся, и при этом в первом из них у меня y1 комбинации, полных уже комбинаций, во втором y2, а в последнем y5 повторяя, не пересекающиеся классы, то всего комбинаций будет сколько? Вот я разбил все перестановки на два класса, четные и нечетные. Наверное, из самого доброго еще помните, что это такое. Я отдельно почитал, сколько четно, сколько нечетно. Как теперь узнать, сколько всех? Ну, сложите их, правда? Есть правило сложения. Чего проще? Они не пересекаются и дают все варианты. Значит, их надо сложить. Очень простое правило, но очень полезное. Мы сейчас увидим, что когда в задаче не получается умножение, найти ответственность, очень часто нужно поделить сначала на какие-то классы, каждого из них посчитать отдельно, а потом сложить. То есть, это правило, это скорее метод решения задачи, который угодится в их действии. Как, что делать, когда нельзя решить задачу с помощью обычного правила умножения. Вот рассмотрим, чтобы было понятно, о чем речь, рассмотрим две абсолютно школьных задачи. Значит, задача первая. Пусть автомобильные номера состоят из трех цифр. Забудем про буквы. Значит, автомобильные номера состоят из трех цифр. Вопрос. Сколько номеров не содержит в своей записи нулей? Сколько номеров не содержит в своей записи нулей? Сколько номеров не содержит в своей записи нулей? Ну, например, номер 1, 2, 3 не содержит нулей. А номер 101 содержит?